Пушкина сочинение 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 Я разве из каких-нибудь разночинцев, из портных или из унтер-офицерских детей? Я дворянин. Что ж, и я могу дослужиться. Мне еще 42 года, время такое, в которое по-настоящему только что начинается служба. — Погоди, приятель, будем и мы полковником. А может быть, если Бог даст, то чем-нибудь и побольше. Заведем и мы себе репутацию еще и получше твоей. Что ж ты себе забрал в голову, что кроме тебя уже нет вовсе порядочного человека? Дай-ка мне ручевский фраг, сшитый по моде. — Да повяжи я себе такой же, как ты, галстук. Тебе тогда не стать мне и в подметки. Достатков нет, вот беда. Ручевский фраг, ручь, петербургский портной. — Двигайтесь прямо. — Ноября 8-го. Был в театре. Играли русского дурака Филатку. — Водевиль Филатка и Мирошка. Очень смеялся. Был еще какой-то водевиль с забавными стишками на Стряпчих, особенно на одного калерского регистратора. Весьма вольно написанное, так что я удивился, как пропустила цензура. А о купцах прямо говорят, что они обманывают народ и что сынки их дебошничают и лезут в дворяне. Про журналистов тоже очень забавный куплет, что они любят все бронить и что автор просит от публики защиты. Очень забавные пьесы пишут нынче сочинители. Я люблю бывать в театре. Как только грош заведется в кармане, никак не утерпишь не пойти. А вот из нашей братья-чиновников есть такие свиньи. Решительно не пойдет мужик в театр. Разве уж дашь ему билет даром. Пела одна актриса очень хорошо. Я вспомнил о той. Эх, канальство. Ничего, ничего. Молчание. Ноября 9-го. В 8 часов отправился в департамент. Начальник отделения показал такой вид, как будто бы он не заметил моего прихода. А я тоже с своей стороны, как будто бы между нами ничего не было. Пересматривал и сверял бумаги. Вышел в 4 часа. Проходил мимо директорской квартиры, но никого не было видно. После обеда большую частью лежал на кровати. Ноября 11-го. Сегодня сидел в кабинете нашего директора, починил для него 23 пера. И для нее, ай-яй-яй, для ее превосходительства, 4 пера. Он очень любит, чтобы стояло побольше перьев. У-у-у, должен быть голова. Все молчит, а в голове, я думаю, все обсуживает. Желалось бы мне узнать, о чем он больше всего думает. Что такое затевается в этой голове. Хотелось бы мне рассмотреть поближе жизнь этих господ. Все эти кивоки и притворные штуки. Как они, что они делают в своем кругу. Вот, что бы мне хотелось узнать. Я думал несколько раз завести разговор с его превосходительством. Только, черт возьми, никак не слушается язык. Скажешь только холодно или тепло на дворе. А больше решительно ничего не выговоришь. Хотелось бы мне заглянуть в гостиную, куда видишь только иногда отворенную дверь. За гостиную еще в одну комнату. Эх, какое богатое убранство. Какие зеркала и фарфор. Хотелось бы заглянуть туда, на ту половину, где ее превосходительство. Вот куда хотелось бы мне, в будуар. Как там стоят все эти баночки, скляночки, цветы такие, что и дохнуть на них страшно. Там лежит разбросанное ее платье, больше похожее на воздух, чем на платье. Хотелось бы заглянуть в спальню. Там-то, я думаю, чудеса. Там-то, я думаю, рай, какого и на небесах нет. Посмотреть бы ту скамеечку, на которую она остановит, вставая с постели свою ножку. Как надевается на эту ножку белый, как снег, чулочек. Ай-яй-яй. Ничего, ничего, молчание. Сегодня, однако, ж меня как бы светом озарило. Я вспомнил тот разговор двух собачонок, который слышал я на Невском проспекте. Хорошо, подумал я сам себе, я теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между собою эти длинные собачонки. Там я, верно, кое-что узнаю. Признаюсь, я даже подозвал было к себе один раз Меджи и сказал, послушай, Меджи, вот мы теперь одни. Я, когда хочешь, и дверь запру, так что никто не будет видеть. Расскажи мне все, что знаешь про барышню, что она и как. Я тебе побожусь, что никому не открою. Но хитрая собачонка поджала хвост, съежилась вдвое и вышла тихо в дверь так, как будто бы ничего не слышала. Я давно подозревал, что собака гораздо умнее человека. Я даже был уверен, что она может говорить, но что в ней есть только какое-то упрямство. Она чрезвычайный политик. Все замечает. Все шаги человека. Нет, во что бы то ни стало, я завтра же отправлюсь в дом Зверкова, допрошу Фидель, и если удастся, перехвачу все письма, которые писала к ней Меджи. Ноября 12-го. Два часа по полудня отправился с тем, чтобы непременно увидеть Фидель и допросить ее. Я терпеть не люблю капусты, запах которой валит из всех мелочных лавок в Мещанской. К тому же из-под ворот каждого дома несет такой ад, что я, заткнув нос, бежал вовсю прыть. Да, и подлые ремесленники напускают копоти и дыму из своих мастерских такое множество, что человеку благородному решительно невозможно здесь прогуливаться. Когда я пробрался в шестой этаж и зазвонил в колокольчик, вышла девчонка, не совсем дурная собой, с маленькими веснушками. Я узнал ее. Это была та самая, которая шла вместе со старушкой. Она немножко закраснелась, и я тотчас смекнул. Ты, голубушка, жениха хочешь? Что вам угодно, сказала она. Мне нужно поговорить с вашей собачонкой. Девчонка была глупа. Я сейчас узнал, что глупа. Собачонка в это время прибежала с лаем. Я хотел ее схватить, но мерзкая чуть не схватила меня зубами за нос. Я увидел, однако же, в углу ее лукошка. Э-э-э, вот этого мне и нужно. Я подошел к нему, перерыл солому в деревянной коробке и к необыкновенному удовольствию своему вытащил небольшую связку маленьких бумажек. Скверная собачонка, увидевшая это, сначала укусила меня за икру, а потом, когда пронюхала, что я взял бумаги, начала визжать и ластиться. Но я сказал, нет, голубушка, прощай, и бросился бежать. Я думаю, что девчонка приняла меня за сумасшедшего, потому что испугалась чрезвычайно. Пришедший домой, я хотел было тот же час приняться за работу и разобрать эти письма, потому что при свечах несколько дурно вижу. Но Мавра вздумала мыть пол. Эти глупые чухонки всегда не кстати чистоплодны. И потому я пошел прохаживаться и обдумывать это происшествие. Теперь-то, наконец, я узнаю все дела, помышления, все эти пружины и доберусь, наконец, до всего. Эти письма мне все откроют. Собаки народ умный, они знают все политические отношения, и потому, верно, там будет все. Портреты, все дела этого мужа. Там будет что-нибудь о той, которая... Ничего, молчание. К вечеру я пришел домой. Большую частью лежал на кровать. Ноября тринадцатого. А ну, посмотрим. Письмо довольно четкое. Однако же в почерке все есть как будто что-то собачье. Прочитаем. Милая Фидель. Я все не могу привыкнуть к твоему мещанскому имени. Как будто бы уже не могли дать тебе лучшего. Фидель, Роза. Какой пошлый тон. Однако же все это в сторону. Я очень рада, что мы вздумали писать друг другу. Письмо писано очень правильно. Пунктуация. И даже буква «Ять» везде на своем месте. Да эдак просто не напишет и наш начальник отделения, хотя он и толкует, что где-то учился в университете. Посмотрим далее. Мне кажется, что разделять мысли, чувства и впечатления с другим есть одно из первых благ на свете. Хм. Мысль почерпнута из одного сочинения, переведенного с немецкого. Название не припомню. Я говорю это по опыту, хотя и не бегала по свету далее ворот нашего дома. Моя ли жизнь не протекает в удовольствии? Моя барышня, которую папа называет Софи, любит меня без памяти. Ай-яй-яй. Ничего, ничего. Молчание. Папа тоже очень часто ласкает. Я пью чай и кофе со сливками. Ах, моя милая, я должна тебе сказать, что я вовсе не вижу удовольствия в больших обглоданных костях, которые жрет на кухне наш полкан. Кости хороши только из дичи и при том тогда, когда еще никто не высосал из них мозга. Очень хорошо мешать несколько соусов вместе, но только без каперсов и без зелени. Но я не знаю ничего хуже обыкновения давать собакам скатанные из хлеба шарики. Какой-нибудь сидящий за столом господин, который в руках своих держал всякую дрянь, начнет мять этими руками хлеб, подзовет тебя и сунет тебе в зубы шарик. Отказаться как-то неучтиво, ну и ешь с отвращением, а ешь. Черт знает, что такое, эко и вздор. Как будто бы не было предмета получше, о чем писать. Посмотрим на другой странице. Не будет ли чего подельнее? Я с большой охотой и готова тебя уведомлять о всех бывающих у нас происшествиях. Я уже тебе кое-что говорил о главном господине, которого Софи называет Папа. Это очень странный человек. А, вот, наконец. Да, я знал. У них политический взгляд на все предметы. Посмотрим, что Папа. Очень странный человек. Он больше молчит. Говорит очень редко. Но неделю назад беспрестанно говорил сам с собою, получу или не получу. Возьмет в одну руку бумажку, другую сложит пустую и говорит, получу или не получу. Один раз он обратился и ко мне с вопросом, как ты думаешь, Меджи, получу или не получу? Я ровно ничего не могла понять, понюхала его с сапог и ушла прочь. Потом, Машер, через неделю Папа пришел в большой радость. Все утро ходили к нему господа в мундирах и с чем-то поздравляли. За столом он был так весел, как я еще никогда не видала. Отпускал анекдоты и после обеда поднял меня к своей шее и сказал, «А, посмотри, Меджи, что это такое?» Я увидела какую-то ленточку. Я нюхала ее, но решительно не нашла никакого аромата. Наконец, потихоньку лизнула, соленая немного. Хм, эта собачонка, мне кажется, уже слишком, чтобы ее не высекли. Была в чрезвычайной суматохе. Она собиралась на бал, и я обрадовалась, что в отсутствии ее могу писать к тебе. Моя Софи всегда чрезвычайно рада ехать на бал, хотя при одевании всегда почти сердится. Я никак не понимаю, Машер, удовольствие ехать на бал. Софи приезжает с балу домой в шесть часов утра, и я всегда почти угадываю по ее бледному и тощему виду, что ей, бедняжки, не давали там есть. Я, признаюсь, никогда бы не могла так жить. Если бы мне не дали соуса с рябчиком или жаркова куриных крылышек, то я не знаю, что бы со мной было. Хорош также соус с кашкою, а морковь или репа или артишоки никогда не будут хороши. Чрезвычайно неровный слог. Тотчас видно, что не человек писал. Начнет так, как следует, окончит собаченную. Посмотрим-ка еще в одно письмецо. А, что-то длинновато. Хм, и числа не выставлено. Ах, милая! Как ощутительно приближение весны. Сердце мое бьется, как будто все чего-то ожидает. В ушах у меня вечный шум, так что я, часто поднявши ножку, стою несколько минут, прислушиваясь к дверям. Я тебе открою, что у меня много куртизанов. Я часто, сидя на окне, рассматриваю их. Ах, если б ты знала, какие между ними есть уроды. Иной, приолеповатый, дворняга, глуп страшно. На лице написано глупости. Приважно идет по улице и воображает, что он признатный особо. Думает, что так на него и заглядятся все. Ничуть. Я даже и внимания не обратила, так как бы и не видала его. А какой страшный Дога останавливается перед моим окном. Если бы он стал на задние лапы, чего грубиян он верно не умеет, то он бы был целую головою выше попа моей Софии, который тоже довольно высокого роста и толст с собой. Этот болван должно быть наглец при ужасной. Я поворчала на него, но ему и нуждочки мало. Хотя бы поморщился. Высунул свой язык, повесил огромные уши и глядит в окно. Такой мужик. Но неужели ты думаешь, Машер, что сердце мое равнодушно ко всем исканиям? Ах, нет. Если бы ты видела одного кавалера, перерезающего через забор соседнего дома именем Трезора. Ах, Машер, какая у него мордочка. Тьфу, к черту, экая дрянь. И как можно наполнять письма этакими глупстями? Мне подавайте человека. Я хочу видеть человека. Я требую пищи той, которая бы питала и услаждала мою душу. А вместо того этакие пустяки перевернем через страницу, не будет ли лучше. София сидела за столиком и что-то шила. Я глядела в окно, потому что я люблю рассматривать прохожих. Как вдруг вошел лакей и сказал, теплов, проси, закричала София и бросилась обнимать меня. Ах, Мэджи, Мэджи, если б ты знала, кто это. Брюнет, камер-юнкер, а глаза какие черные и светлые, как огонь. И София убежала к себе. Минуту спустя вошел молодой камер-юнкер с черными бакенбардами, подошел к зеркалу, поправил волоса и осмотрел комнату. Я поворчала и села на свое место. София скоро вышла и весело поклонилась на его шарканье. А я себе, так как будто не замечая ничего, продолжала глядеть в окошко. Однако ж голову наклонила несколько на бок и старалась услышать, о чем они говорят. Ах, Мэджи, о каком вздоре они говорили. Они говорили о том, как одна дама на танцах вместо одной какой-то фигуры сделала другую. Так же, что какой-то Бобов был очень похож в своем Жабо на Аиста и чуть было не упал. Что какая-то Лидина воображает, что у ней голубые глаза, между тем, как они зеленые и тому подобное. Куда ж подумала я сама в себе, если сравнить камер-юнкера с Трезором? Небо! Какая разница? Во-первых, у камер-юнкера совершенно гладкое широкое лицо. И вокруг Бакенбарды, как будто бы он обвязал его черным платком. А у Трезора мордочка тоненькая и на самом лбу белая лысинка. Талию Трезора и сравнить нельзя с камер-юнкерскую. А глаза, приемы, ухватки совершенно не те. О, какая разница! Я не знаю, Машер, что она нашла в своем теплое? Отчего она так им восхищается? Мне самому кажется, здесь что-нибудь да не так. Не может быть, чтобы ее мог так обворожить камер-юнкер. Посмотрим далее. Мне кажется, если этот камер-юнкер нравится, то скоро будет нравиться и тот чиновник, который сидит у попа в кабинете. Ах, Машер, если бы ты знала, какой это урод. Совершенная черепаха в мешке. Какой же бы этот чиновник. Фамилия его пристранная. Он всегда сидит и чинит перья. Волоса на голове его очень похожи на сено. Попа всегда посылает его вместо слуги. Мне кажется, что эта мерзкая собачонка метит на меня. Где ж у меня волоса, как сено? Софи никак не может удержаться от смеха, когда глядит на него. Врешь ты, проклятая собачонка. Эки мерзкий язык. Как будто я не знаю, что это дело зависти. Как будто я не знаю, чьи здесь штуки. Это штуки начальника отделения. Ведь поклялся же человек непримиримую ненавистью. И вот вредит, да и вредит. На каждом шагу вредит. Посмотрим, однако же, еще одно письмо. Там, может быть, дело раскроется само собою. Машер Фидель, ты извини меня, что так давно не писала. Я была в совершенном упоении. Подлинно справедливо сказал какой-то писатель, что любовь есть вторая жизнь. При том же у нас в доме теперь большие перемены. Камер Юнкер теперь у нас каждый день. Софи влюблена в него до безумия. Папа очень весел. Я даже слышала от нашего Григория, который метет пол и всегда почти разговаривает сам с собою, что скоро будет свадьба, потому что папа хочет непременно видеть Софи или за генералом, или за камер Юнкером, или за военным полковником. Черт возьми. Я не могу более читать. Все или камер Юнкер, или генерал. Все, что есть лучшего на свете, все достается или камер Юнкером, или генералом. Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукою, срывает у тебя камер Юнкер, или генерал, черт побери. Желал бы я сам сделаться генералом. Не для того, чтобы получить руку и прочее, нет. Хотел бы быть генералом для того только, чтобы увидеть, как они будут увиваться и делать все эти разные придворные штуки и экивоки, и потом сказать им, что я плюю на вас обоих. Черт побери, досадно. Я изорвал в клочки письма глупой собачонки. Декабря третьего. Не может быть, в раке, свадьбе не бывать. Что ж из того, что он камер Юнкер? Ведь это больше ничего, кроме достоинства. Не какая-нибудь вещь, видимая, которую бы можно взять в руки. Это через то, что к камер Юнкер не прибавится третий глаз на лбу. Ведь у него же нос не из золота сделан, а так же, как и у меня, как и у всякого. Ведь он им нюхает, а не ест. Чихает, а не кашляет. Я несколько раз уже хотел добраться, от чего происходят все эти разности. От чего я, титулярный советник? И с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником? Может быть, я сам не знаю, кто я такой? Ведь сколько примеров по истории. Какой-нибудь простой, не то же, чтоб дворянин, а просто какой-нибудь мещанин или даже крестьянин, и вдруг открывается, что он какой-нибудь вельможа, а иногда даже и государь. Когда из мужика, да иногда выходит эдакое, что же из дворянина может выйти? Вдруг, например, я вхожу в генеральском мундире. У меня и на правом плече Аполлета, и на левом плече Аполлета, через плечо голубая лента. Что? Как тогда запоет, красавица моя? Что скажет и сам папа, директор наш? О, это большой чистолюбец, это масон, непременно масон, хотя он и прикидывается таким и этаким. Но я тотчас заметил, что он масон. Он, если даст кому руку, то высовывает только два пальца. Да разве я не могу быть сию же минуту пожалован генерал-губернатором или интендантом, или там каким-нибудь другим? Мне бы хотелось знать, от чего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник? Декабря пятого. Я сегодня все утро читал газеты. Странные дела делаются в Испании. Я даже не мог хорошенько разобрать их. Пишут, что престол упразднен, и что чины находятся в затруднительном положении о избрании наследника, и оттого происходит возмущение. Мне кажется это чрезвычайно странным. Как может быть престол упразднен? Говорят, какая-то Донна должна взойти на престол. Не может взойти Донна на престол. Никак не может. На престоле должен быть король. А говорят, нет короля. Не может статься, чтобы не было короля. Государство не может быть без короля. Король есть. Да только он где-нибудь находится в неизвестности. Он статься может находится там же, но какие-нибудь или фамильные причины, или опасения со стороны соседственных держав, как-то Франции и других земель, заставляют его скрываться. Или есть какие-нибудь другие причины. Декабря 8-го. Я был уже совсем хотел идти в департамент, но разные причины и размышления меня удержали. У меня все не могли выйти из головы испанские дела. Как же может это быть, чтобы Донна сделалась королевою? Не позволит этого. И, во-первых, Англия не позволит. Да при том и дела политические всей Европы. Австрийский император, наш государь. Признаюсь, эти происшествия так меня убили и потрясли, что я решительно ничем не мог заняться во весь день. Мавра замечала мне, что я за столом был чрезвычайно развлечен. И точно я две тарелки, кажется, в рассеянности бросил на пол, которые тут же расшиблись. После обеда ходил под горы. Ничего поучительного не мог извлечь. Большую частью лежал на кровати и рассуждал о делах Испании. Ходил под горы. Ледяные горы для катания находились в Петербурге около Адмиралтейства. Год двухтысячный. Апреля 43-го числа. Сегодняшний день. Есть день величайшего торжества. В Испании есть король. Он отыскался. Этот король – я. Именно только сегодня об этом узнал я. Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда в сумасшедший дом. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все как на ладони. А прежде… Я не понимаю, прежде все было передо мною в каком-то тумане. И это все происходит, думаю, от того, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове. Совсем нет. Он приносится ветром со стороны Каспийского моря. Сначала я объявил Мавре, кто я. Когда она услышала, что перед нею испанский король, то всплеснула руками и чуть не умерла от страха. Она, глупая, еще никогда не видала испанского короля. Я, однако же, старался ее успокоить и в милостивых словах старался ее уверить в благосклонности. И что я вовсе не сержусь за то, что она мне иногда дурно чистила сапоги. Ведь это черный народ. Им нельзя говорить о высоких материях. Она испугалась от того, что находится в уверенности, будто все короли в Испании похожи на Филиппа II. Филипп II, 1527-1598, испанский король, вступивший на престол в 1556 году и возглавивший католическую реакцию в Европе. При нем достигла своей вершины власть инквизиции. Но я растолковал ей, что между мною и Филиппом нет никакого сходства, и что у меня нет ни одного капуцина. В департамент не ходил. Черт с ним. Нет, приятели, теперь не заманите меня. Я не стану переписывать гадких бумаг ваших. Мартобря, 86-го числа, между днем и ночью. Сегодня приходил наш экзекутор с тем, чтобы я шел в департамент, что уже более трех недель, как я, не хожу на должность. Я для шутки пошел в департамент. Начальник отделения думал, что я ему поклонюсь и стану извиняться. Но я посмотрел на него равнодушно, не слишком гневно и не слишком благосклонно, и сел на свое место, как будто никого не замечая. Я глядел на всю канцелярскую, сволочь, и думал, что, если бы вы знали, кто между вами сидит, Господи Боже, какую бы вы яролаж подняли, да и сам начальник отделения начал бы мне так же кланяться в пояс, как он теперь кланяется перед директором. Передо мною положили какие-то бумаги, чтобы я сделал из них экстракт, но я и пальцем не притронулся. Через несколько минут все засуетились. Сказали, что директор идет. Многие чиновники побежали на перерыв, чтобы показать себя перед ним. Но я не с места. Когда он проходил через наше отделение, все застегнули на пуговицы свои фраки. Но я совершенно ничего. Что за директор? Чтобы я встал перед ним никогда. Да какой он директор? Он пробка, а не директор. Пробка обыкновенная, простая пробка, больше ничего. Вот которую закупоривают бутылки. Мне больше всего было забавно, когда подсунули мне бумагу, чтобы я подписал. Они думали, что я напишу на самом кончике листа. Я думаю, что это стало начальник такой-то. Как бы не так. А я на самом главном месте, где подписывается директор департамента, черкнул «Фердинанд Восьмой». Нужно было видеть, какое благоговейное молчание воцарилось. Но я кивнул только рукой, сказав, «Не нужно никаких знаков подданничества», и вышел. Оттуда я пошел прямо в директорскую квартиру. Его не было дома. Лакей хотел меня не впустить. Но я ему такое сказал, что он и руки опустил. Я прямо пробрался в уборную. Она сидела перед зеркалом, вскочила и отступила от меня. Я, однако же, не сказал ей, что я испанский король. Я сказал только, что счастье ее ожидает такое, какого она и вообразить себе не может. И что, несмотря на козни неприятелей, мы будем вместе. Я больше ничего не хотел говорить и вышел. О, это коварное существо, женщина! Я теперь только постигнул, что такое женщина. До сих пор никто еще не узнал, в кого она влюблена. Я первый открыл это. Женщина влюблена в черта. Да, не шутя. Физики пишут глупости, что она то и то, она любит только одного черта. Он, видите, из ложи первого яруса, она наводит лорнет. Вы думаете, что она глядит на этого толстяка со звездой? Совсем нет, она глядит на черта, что у него стоит за спиною. Он, он спрятался к нему во фраг. Он, он кивает оттуда, к ней пальцем. И она выйдет за него, выйдет. А вот эти все чиновные отцы их, вот эти все, что юлят во все стороны и лезут ко двору и говорят, что они патриоты и то и сё, аренды, аренды хотят эти патриоты. Мать отца, Бога продадут за деньги, чистолюбцы, христопродавцы. Всё это чистолюбие. И чистолюбие от того, что под язычком находится маленький пузырёк, и в нём небольшой червячок величиною с булавочную головку. И это всё делает какой-то цирюльник, который живёт в Гороховой. Я не помню, как его зовут. Но достоверно известно, что он вместе с одной повивальной бабкой хочет по всему свету распространить магометанство. И оттого уже, говорят, во Франции большая часть народа признаёт веру Магомета. Ни которого числа. День был без числа. Ходил инкогнито по Невскому проспекту, проезжал государь-император. Весь город снял шапки. И я так же. Однако же не подал никакого вида, что я испанский король. Я почёл неприличным открыться тут же при всех. Потому что прежде всего нужно представиться ко двору. Меня останавливало только то, что я до сих пор не имею королевского костюма. Хотя бы какую-нибудь достать мантию. Я хотел было заказать портному, но это совершенные ослы. При том же они совсем не брегут своею работой. Ударились в аферу и большую частью мастят камни на улице. Я решился сделать мантию из нового виц-мундира, который надевал всего только два раза. Но чтобы эти мерзавцы не могли испортить, то я сам решился шить. Запершись, чтобы никто не видал. Я изрезал ножницами его весь, потому что покрой должен быть совершенно другой. Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает, что такое. Мантия совершенно готова и сшита. Мавра вскрикнула, когда я надел ее. Однако же я еще не решаюсь представляться ко двору. До сих пор нет депутации из Испании. Без депутатов неприлично. Никакого не будет веса моему достоинству. Я ожидаю их с часа на час. Числа первого. Удивляет меня чрезвычайно медленность депутатов. Какие бы причины могли их остановить? Неужели Франция? Да, это самая неблагоприятствующая держава. Ходил справляться на почту. Не прибыли ли испанские депутаты. Но патчмейстер, чрезвычайно глуп, ничего не знает. Нет, говорит, здесь нет никаких испанских депутатов, а письма, если угодно написать, то мы примем по установленному курсу. Черт возьми! Что письмо? Письмо вздор. Письма пишут аптекари. Мадрид, февруарий тридцатый. Итак, я в Испании. И это случилось так скоро, что я едва мог очнуться. Сегодня поутру явились ко мне депутаты испанские, и я вместе с ними сел в карету. Мне показалась странную необыкновенная скорость. Мы ехали так шибко, что через полчаса достигли испанских границ. Впрочем, ведь теперь по всей Европе чугунные дороги, и пароходы ездят чрезвычайно скоро. Странная земля Испания. Когда мы вошли в первую комнату, то я увидел множество людей с выбритыми головами. Я, однако же, догадался, что это должны быть или гранды, или солдаты, потому что они бреют головы. Мне показалось чрезвычайно странным обхождение государственного канцлера, который вел меня за руку. Он толкнул меня в небольшую комнату и сказал, сиди тут, и если ты будешь называть себя королем Фердинандом, то я из тебя выбью эту охоту. Но я, зная, что это было больше ничего, кроме искушения, отвечал отрицательно, за что канцлер ударил меня два раза палкою по спине, так больно, что я чуть было не вскрикнул, но удержался, вспомнивши, что это рыцарский обычай при вступлении в высокое звание, потому что в Испании еще и до ныне ведутся рыцарские обычаи. Оставшись один, я решился заняться делами государственными. Я открыл, что Китай и Испания — совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их заразные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге «Испания», то и выйдет Китай. Но меня, однако же, чрезвычайно огорчало событие, имеющее быть завтра. Завтра в семь часов совершится странное явление. Земля сядет на Луну. Об этом и знаменитый английский химик Веллингтон пишет. Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил в себе необыкновенную нежность и непрочность Луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге и прискверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак никакого понятия не имеет о Луне. Он положил смоляной канат и часть деревянного масла, и оттого по всей Земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос. И оттого сама Луна, такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И по тому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в Луне. И когда я вообразил, что Земля – вещество тяжелое и может насевшее размолоть в муку носы наш, то мною овладело такое беспокойство, что я, надевший чулки и башмаки, поспешил в залу Государственного Совета с тем, чтобы дать приказ полиции не допустить Земле сесть на Луну. Бритые гранды, которых я застал в зале Государственного Совета великое множество, были народ очень умный, и когда я сказал, господа, спасем Луну, потому что Земля хочет сесть на нее, то все в ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желание, и многие полезли на стену с тем, чтобы достать Луну. Но в это время вошел великий канцлер. Увидевши его, все разбежались. Я, как король, остался один, но канцлер, к удивлению моему, ударил меня палкою и прогнал в мою комнату. Такую имеют власть в Испании народные обычаи. Январь того же года, случившееся после февраля. До сих пор не могу понять, что это за земля Испания. Народные обычаи и этикеты двора совершенно необыкновенны. Не понимаю, не понимаю решительно, не понимаю ничего. Сегодня выбрели мне голову, несмотря на то, что я кричал изо всей силы о нежелании быть монахом. Но я уже не могу и вспомнить, что было со мною тогда, когда начали мне на голову капать холодной водою. Такого ада я еще никогда не чувствовал. Я готов был впасть в бешенство, так что едва могли меня удержать. Я не понимаю вовсе значения этого странного обычая. Обычай глупый, бессмысленный. Для меня непостижима безрассудность королей, которые до сих пор не уничтожают его. Судя по всем вероятиям, догадываюсь, не попался ли я в руки инквизиции. И тот, которого я принял за канцлера, не есть ли сам великий инквизитор? Только я все не могу понять, как же мог король подвергнуться инквизиции. Оно, правда, могло со стороны Франции. И особенно Полиньяк. Полиньяк Джюль, 1780-1847, французский реакционный политический деятель, премьер-министр Карла X, свергнутого июльской революцией 1830 года. После нее Полиньяк был приговорен к пожизненному заключению, но в 1836 году амнистирован. О, это бестия Полиньяк! Поклялся вредить мне по смерть. И вот гонит, да и гонит. Но я знаю, приятель, что тебя водит англичанин. Англичанин большой политик, он везде юлит. Это уже известно всему свету, что когда Англия нюхает табак, то Франция чихает. Число 25-е. Сегодня великий инквизитор пришел в мою комнату, но я, услышавши еще издали шаги его, спрятался под стул. Он, увидевши, что нет меня, начал звать. Сначала закричал «Поприщин!», я ни слова. Потом «Аксентий Иванов!», «Титулярный советник!», «Творянин!», я все молчу. «Фердинанд VIII, король испанский!» Я хотел было высунуть голову, но после подумал, «Нет, брат, не надуешь. Знаем мы тебя. Опять будешь лить холодную воду мне на голову». Однако же он увидел меня и выгнал палку из-под стула. Чрезвычайно больно бьется проклятая палка. Впрочем, за все это вознаградило меня нынешнее открытие. Я узнал, что у всякого петуха есть Испания, что она у него находится под перьями. Великий инквизитор, однако же, ушел от меня разгневанный и грозя мне каким-то наказанием. Но я совершенно пренебрег его бессильную злобую, зная, что он действует как машина, как орудие англичанина. Чи, тридцать четвертое сло, МЦ, ГДАО, февраль, 349. Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже, что они делают со мной? Они льют мне на голову холодную воду. Они не влемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу я дать им? Я ничего не имею, я не в силах, я не могу вынести всех мук их. Голова горит моя, и все кружится предо мной. Спасите меня, возьмите меня, дайте мне тройку быстрых, как вихрь коней. Садись, мой ямщик, звени мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света. Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего, он небо клубится передо мной. Звездочка сверкает вдали, лес несется с темными деревьями и месяцем. Сизый туман стелется под ногами, струна звенит в тумане. С одной стороны море, с другой Италия. Вон и русские избы виднеют, дом ли то мой синеет вдали. Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына. Урони слезинку на его больную головушку. Посмотри, как мучат они его. Прижми-ка груди своей бедного сиротку. Ему нет места на свете. Его гонят. Матушка, пожалей о своем больном дитятке. А знаете ли, что у алжирского Дея под самым носом шишка? Ну что же, это был рассказ записки сумасшедшего. Вау. Вау. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Двигайтесь прямо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok